Посмотреть хорошую пьесу в хорошем исполнении. Цитируя Островского, нижнетагильские актеры приглашают курян на свои спектакли. Говорят, привезли лучшее из репертуара. В первую очередь, женские истории. Например, «Дикое счастье» – визитную карточку театра имени Мамина Сибиряка. Почему на него надо прийти? Да для того, чтобы получить некое очищение и понять, что же такое, что является главным для человека. Все-таки «Золотой телец» или семья. Спектакль тяжелый, спектакль интересный. Мы не раз его вывозили на гастроли. Везде он имел зрительский успех. Надеемся, что и в Курске он получит такой же успех. Спектакль «Головлева маменька» попал в лонглист «Золотой маски» за работу художника. Куряне увидят и эту постановку. Исполнительница главной роли признается – это самое сложное перевоплощение в ее карьере. За два с половиной часа она проживает жизнь героини от юной девочки до глубокой старухи. Это спектакль о семейных ценностях и о том, как нужно обращаться со своими детьми, любить их, о том, как не превратить из-за денег свою жизнь в то, что она в итоге превращается в спектакль. Еще одна женская история – сказка для взрослых «Дуры мы дуры». Современная драматургия, актуальные вопросы об одиночестве, караоке и даже интерактив. Каким будет финал истории, решают зрители. Театральная демократия. Очень современные проблемы. Если вы на самом деле хотите увидеть себя на сцене со стороны, рекомендуем. Еще, мне кажется, такое волшебство – это то, что там происходит все действие в новогоднюю ночь. Мне кажется, это само по себе уже интерес. Привезли их «Ануму» и «Кошкин дом». Не просто детский спектакль, а настоящий бродвейский мюзикл с красивыми костюмами, светом и хореографией. Еще возьму на себя ответственность сказать за всех участников «Кошкиного дома», что мы с большим трепетом собрали лучики любви и улыбках детей, которые приходят на наш спектакль. Привезли их вам и готовы поделиться и со взрослыми, и с детьми. Показы будут проходить ежедневно до 18 сентября. Вся информация в соцсетях программы «Большие гастроли», «Росконцерта» и «Курского драматического театра». Юлия Матвеева, Роман Федорков. События дня.